Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 в кулак и дуй. Ну, откажут предложить деньги. Ты когда освободился? Позавчера. Пиши на мое имя. Булгаков слушает. Что там у вас? Ладно, сейчас приду. Ты пиши, я ненадолго. Дождись меня. Простите. А где уголовный розыск? Прямо и вниз по лестнице. Не заберет. Здравствуйте. Здрасте. Вот. Вы обязаны принять меры. Там на доске так написано. А что он украл-то? Флешку, ну, карту памяти. Да, и кольцо. Кольцо, ладно, а вот на флешке очень важна информация. И главное, что он всего отказывается. Ну, правильно. Воронина для того, чтобы признаваться. Послушайте, я к вам не за советом пришла, а за помощью. Это же ваша прямая обязанность. Серьезно? Не можете мне помочь? Хотя бы дайте мне справку, что я пострадала. Зачем? На стенку повесить? Ну, помогите, пожалуйста. Будьте вы человеком. Спасибо. Я вас отблагодарю. Подождите меня. У выхода. На скамеечке. КОНЕЦ Ну, пойдёмте, прикинем. Да вы на мой видок внимания не обращайте. Третий день на ногах, побриться некогда. Группировку внедрился. Так, в отдел случайно заскочил. Вы не волнуйтесь, я не из тех, кто по одёжке встречает. Хотя представители власти всё-таки желательный костюм. Ну что? Я на двух работах кручусь, чтобы как-то концы с концами. А этот ещё издевается, говорит, страдать полезно. Правильно говорит. А вы с кем живёте? Ну, в смысле, с родителями? Она, это мамина комната, мама отчима, а я здесь. Понятно, а чем занимаетесь? Преподаю в гуманитарном колледже восточную литературу и в турфирме подрабатываю три раза в неделю, тоже в восточном направлении, китовид, нам. Ну, ясно. Ладно, давайте за Еву. Ну, а как она выглядела, эта ваша штучка? Знаешь-ка, красная, в форме сердечка. Когда он дома бывает? Да, он почти всё время дома, иногда выходит только за своей отравой утром. Ну, а выглядит, как особые приметы. Усильно крашеный блондин, в ушах чёрные серёжки, большие такие гвоздики. И невысокий. Ну, понятно. Ладно, попробуем. Кстати, Ксения Владимировна, вы забыли, козай, свой номер, телефон. Павел Андреевич, помогите, вы же профессионал. От благодарности я не отказываюсь. Ну, я, в принципе, тоже. Мне только сейчас нет. Не понял? Ну, благодарности нет. Совсем нет? Триста рублей осталось. Ну, ладно, ладно, уберите, уберите. Потом разберёмся. Харитонов? Ну, да. Разговор есть. А ты-то кто? Извелицы. Держи. А чё, это зачем? Точно! Кто сказал, уварить? Аня! Ты чё творишь? Да чё, где-то ким? Ты чё, ранцы пахнул, а? Ты чё крестильничаешь? А почему тащишь? А тут где-то живёшь. Я ничего не брал, клянусь. А кто? Карлс? Или домовой? Ты чё, глухаря включил? Бойки. Ну, быстро. Фишку ты брал? Фишку? Не помню. Кольцо взял серебряное с синим камнем. Ещё что? Напряги колобаки. Деньги брал давно. И фишку. Куда делал? В этот самый. В антикваров сдал кольцо. Фишку у метро парню. Какому парню? Ковбой. Подробнее, подробнее. Да он там всегда стоит. В камуфляже. Вот ветерана Чечни косит, чтобы менты не приставали. Часы. Здорово, Гарик. Привет. Слышь, тут тебе один торчок флешку сдал. Ну, и что у тебя? Выкупить хочешь? Чтоб выкупить, деньги нужны. У меня сейчас лично дефолт. Ну, и что предлагаешь? Потом отдам. Ты ещё расписку предложи. Заканчивай, ветеран. Ты думаешь? Чё к залогу можешь дать? Ладно. Бери. Это она и есть? Ну, да. Хрень какая-то. Тут всё на месте? А чему там ещё быть? Здрасте. А вы ко мне или к Костику? Ваша? Да, спасибо. Да вы проходите, не разувайтесь. Ну, слава богу, всё на месте. Спасибо. Просто не представляете, как нас выручили. Может, чаю? Нет, чаю не надо. Возьмите хотя бы пластырь, рану заклейте. Павел Андреевич, вы так неожиданно. Давайте я вам помогу, садитесь. Извините. За что? Просто у меня сегодня ещё нет. Можно я вам завтра отдам? А когда? После обеда. Удобно? Да не вопрос. На работу занести? А, нет, на работу не надо. Я завтра на задании. Как закончил, сразу к вам зайду. Спасибо. Он сам вернул? Ну, в общем, да. Пять минут разговора. Психология. Мы же профессионалы. До свидания. Сергей Сергеевич. А, Веселова. Сейчас. Спасибо. До здоровья. А, я это... Ну, что? А сколько дать-то? На милиционеру? А, ну, я не знаю. Тысячи, три, не меньше. Три тысячи? Да не смешите меня. А сколько? Не знаю, все от звания зависит, от машины. Он был без машины. Да это маскировка все. Аркадий, мой, говорит, что они на службу ходят в лаптях. А сами в Эмираты, как на дачу. Что, все подряд? Нет, не все. Некоторые в Куршавель. Одолжите три тысячи. До послезавтра. Я в фирме получу, отдам. Я просто обещала этому из милиции. Да, конечно. Конечно. Хотя, это же их работа. Мы же дологи, в конце концов, платим. Что, у вас нет? Да? Есть, есть. Татьяна Ивановна, там кошелечек. Да, да, конечно. Так замерзла? Так, держи. Спасибо. Слушай, Вить, ты мне сегодня нужен будешь со своим лимузином? Ну, минут на пять, после обеда. Угу. Да если заведусь, он, аккумулятор совсем больной, еле успеваю заряжать. Ты-то как, на работу устроился? Нет, пока. С унивостью брать не хотят. М-м-м. Можешь, тебе в спорт вернуться? А, в бокс уже поздно. Но, в боях без правил, говорят, неплохо заколачивают. Вот, бля! Так, левую руку в подбородку поставь ближе. У-у-у! 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 Да. Понял? Все понял. Тихий звонил. Короче, все на мази. Ну че, Василий и колбасили, и? Сегодня будут бабусы. Короче, сейчас подгребаю в два часа гаражам. Набилу не забудь. Тихий позвонит, скажет, что делать. Понял? Да ладно, не дрей по вон. Дело верное. Тихий не уфаньте, в конце концов. Слушай, да у меня и мобильника-то нет. Ну ты даешь, парень. Ты че, пейнеры не мог какую-нибудь отобрать? Ну надо, на, держи. Ща, погоди. Короче, симку сам себе купишь в любом ларьке. Слушай, я не понимаю, почему такие сложности, а? Как гаражи эти, звонки. Тихо его спроси. Не знаю, он никогда ничего раньше времени никому не говорит. Знаю только, что, короче, тебе охранника нужно будет вырубить. Так что, брат, разминайся. Держи. Я сегодня не могу. Ну если ты как не можешь? Дела у меня. Ты ж только откинулся. Ты серьезно, что ли? Слышь. Да ты че? Я с тихом за тебя поручился. Ты че, в натуре, ты ж коллегки подставляешь. Я тебя просил? Вот она. Слушай, ты меня там принять пару раз назови, позвони. Ну там, типа, товарищ капитан. Так, для солидности. Да хоть генералом. Ксения Владимировна, здравствуйте. Мы вот с рейда возвращаемся, а тут вы. Может вас подвезти? А я вообще тороплюсь. Ну тогда тем более. Нам по пути, садитесь, не стесняйтесь. Товарищ старший лейтенант, мы дворами поедем? На проспекте Пробки, наверняка. Да, хорошо ведь. Варку, варку. Тормози. Короче, разбегаемся. Вечному Тихого. Все. Нападавцев в трое. Приметы первого. Павел Андреевич. Мужчина среднего роста, примерно 30 лет. Задет светло-коричневую куртку с капюшоном. Спасибо. Наши лейтенанты бейболка, в руках черная спортивная сумка. Ну что с такими бегунами делать? А привет и здорово вам. Вот он первый. Стоять! Стрелять буду! Стрелять! 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 Что это? Витя, меня с тобой не было. Не дурак, понял. Шмелись! Казал. Чего? Чё ты казал? Чё надо? Залезай. Принято. Здравствуйте. Село. Доброе утро, извините, я опоздала немного. Не задерживайтесь, пожалуйста. Звонок только что был. Билет у вас только у тебя? Ага, хотела дома ещё раз прогнать. Отличный подарок. Это мне на день рождения? Так он мне только завтра. А билет это где? Какая я дура. Пейзажная лирика в творчестве Мэн Хао Жаня. Что тут у нас? Булусики. Двое. Часики для девочки. Что там у тебя? Бомба что ли? Тебе говорят. Повернулся? Что звонит? Это что за фигня? Тамогочи. Покормить надо. Листом к стене. Цепочка. Послушай, кто там? Милиция Иванов. Здравствуйте, позовите пожалуйста Павла Андреевича. Девушка, у нас в отделе 70 человек. Я что, должен помнить всех по имени и отчеству? Он старший лейтенант. Вот узнаете фамилию, тогда и звоните. Алло. Пониже, 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 пониже. Повесили трубку. Да ладно, сам позвонит. Это ж ему надо, а не тебе. Да, Сергей Сергеевич? Да, да. Давайте, вот туда попробуем. Не заперто. Ты чего такой нервный? Опа. Да шугняк, короче, вышел какой-то непонятный. Походу, пас кто-то. Я не знаю, кто-то сдал нас, реально. Менты вовремя вообще появились. Козыря нахватили. Кого? Кого? Козыря, который вместо тебя пошел. Тихий на тебя грешит. Если что это ты типа сделал, вдруг соскочил. Пусть он на свою течу грешит. Когда будешь ее предъявить, тогда и поговори. Кстати, когда заберешь? Ну, куда его заберешь? Ну, клиентов нету, по-моему. Ну, сам продай его. Бабки пополам поделим. Слушай, суслик, два дня прошло. Обещал забрать, забираю. У меня вся квартира провоняла. От меня люди на улице шарахаются. За парк его сдай. Вот сдай его в зоопарк. Денег там немного будет, но все твои. У тебя все равно бабла нет. В зоопарк. Чего это ты так легко от десятки евро отказываешься? Да потому что у Василия, конечно, вещь дорогая. Но, блин, нафиг никому не нужная. Павло, можно я тебя переночую сегодня? Китя, давай! Китя, давай! А я Вам звонила в отдел, но фамилию не знала. Дежурный нагрубил, трубку бросил. Да, он может. Особенно если с Будуна. Вы мне лучше на мобильном звоните. Меня в отделе редко можно найти. Хорошо. Извините, случайно так получилось. Вот. Еще раз большое спасибо за помощь. Ксения Владимировна, а может в кафешку здесь недалеко? Извините, Павел Андреевич, я устала. Не волнуйтесь, там все, что нужно, можете проверить. До свидания. Да. Мой номер. Мой номер. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто там? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что-нибудь заинтересовало вам за человеком? Да, вот, вот эта гаечка. Гаечка. Колечко. А скажите, его не Харитонов сдал? Мы не даем таких данных. Вы вас понимаете, если Харитонов, я его куплю. Точно купите? Сто пудово. Ну раз сто пудово. Константин Михайлович. Да, Константин. Он. А сколько оно стоит? Восемь пятьсот рублей. Ты что, так дорого? Тут серебра-то кот наплакал. Но серебро здесь ни при чем, это начало века. Ручная работа, можно сказать, произведение искусства. Камешек хоть небольшой, но очень чистый. А вы не могли бы его отложить? Я просто денег не захватил. Залог оставить? Отложу. Сто рублей. Оставляйте. Спасибо. Все. Почему он деньги не взял? Может, я что-то не то сделала? А что делать-то? Протокол, что ли, соблюдать? Отдала конверты, вся любовь. Так, Петрыкин, не буди во мне зверя. Может, денег мало? А сколько ему надо? На яхту, что ли? Я вообще не понимаю, что ты переживаешь? Флешка у тебя, у тебя, ну и все. Подожди, а кольцо он тебе вернул? Нет, я в заявлении только флешку указала. Ксюха, ну это вообще понятно. Сейчас придешь, напишешь еще одно заявление. Нашел флешку, на нее ты кольцо. Мне кажется, он обиделся. Это точно они лопнут до выпускного. Да нет. Слушай, а тебе этот оборотень намеков не делал? Вроде нет. В кафе приглашал, я думала, деньги проверить. Ну вот, сначала в кафе пригласил, потом до дома проводил и так далее по плану. Таня, не говори ерунду. Ты что, не веришь мне? Хорошо, затащи его сегодня ко мне. Зачем? Так ты хочешь кольцо вернуть или нет? Скажи у подруги проблемы. Хочет обратиться за помощью. Аркадий заодно на него посмотрит. Он этих оборотней нутром чувствует. Аркадий тоже оборотень? К сожалению, нет. И ты не представляешь, как это осложняет жизнь. Ты даешь, слышишь? Сам же нас подставил, а теперь бабла пришел просить. А если Козырь расклад даст? Кляшного сяду. Если бы хотел дать, уже давно бы дал. Со мной пустой. Если хочешь, иди ему тихого проси. Вряд ли он, чтобы базарить будет после таких косяков. Ну и сколько тебе надо? Восемь пятьсот. Здесь очень много. Да здесь немного. Подъем мне. Бери, бери. Как смогу, отдам. Можешь не отдавать. Это аванс. Отработаешь. Или тему найдешь достойную. Вроде той, из которой соскочил. Да не соскакивал я. Говорю же не мог. Я понял, понял. Нет. Вроде. Ага. Ну что, паримахи? Не, у меня еще дела. Слышь, прости, какие дела? Ты что? По няньям просто мгновенное простого. Иначе манекин ты. Вау, пошли. Давай, братское сердце, давай. Ох ты. Сейчас я, брат, смотри, для тебя все я. Так, мальчик, пацаны, не выйдите меня, знаете, да? Значит, эта песня, короче, посвящается моему колледжу, тебе, паштет. Вот, в общем, просьба никому не танцевать. А я по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том Чтоб, как прежде, от тоски безбрежной Не вернуться снова в отчий дом Я вернусь, когда раскинет ветви По весеннему наш белый сад Только ты меня уж на свете Не буди, как много лет назад Не буди Слышь, Джиги, сядь на место Поешь, пой Ты че, козел? Гера Ребята, ты че, обалдели, это же приветственное заведение Да, пошли Милиция! 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 orean Хоп-с, серый. Океан, пришли в машину к Хазаров, людей надо забрать. Слышь, парень, если будет работа нужна, приходи. Мне администратор нужен, а ты, я вижу, умеешь успокаивать. Встакай! 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 Все, оторвали. Ну как ты, брат? Да. Деньги забрали. Козлы, козлы, да ну? Да фиг с ними. Главное, заскочили, а бабла еще нарисуем. Нет, добавим, пойдем еще, пойдем. А ты, вот куда ты полез, а? Да, ты куда полез? Ты что, пап? Реагируй, ты что? Ты что, пап? Ты что, пап? Фу, мокрый, блин. Держи. Ментам пришлось заплатить. Я знаю. Надо будет, еще заплатим. Зря мы этот спектакль замутили. Павло, он наш человек. Он же показал один раз, какой он наш. Запомни. Лучше маленький крючок, чем большой вдовееве. А, понял. Это, тихо, мне бы тоже немножко за физический ущерб. На. Только анализы не забудь сдать. В смысле? Ну, вдруг от ментов листов подхватил. Ха-ха-ха. Ментов от листов, тихий. Ха-ха-ха-ха. Че, Василий? Влипли мы с тобой по самым... Ну, нет у меня рыбы. Нету. Ха-ха-ха-ха. Да. О, Угрюмов. Здрасте. Здорово. Я че-то не понял, а ты куда тогда делся-то? Я тебя че велел? Анкету заполнить и меня дожидаться, а ты? Торопился. Ты торопился? Да, может, мы тебя определим на пятнадцать суток. Там торопиться некуда, ты же знаешь. Пересаживайся, че ты стоишь. Фотографии? Да. Молодец. Так, 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 так. На работу устроился? Пока нет. Это плохо. Так, Угрюмов, Угрюмов. Как подельник твой проливай? Гера? Да нормально вроде. Нормально? А у меня вот данные, что не очень, что с тихим он тусуется. Ты про налет на ломбард слышал? Нет. Я думаю, там без тихого точно не обошлось? Я это все к чему говорю, Паша. Жизнь, она штука сложная, как ты знаешь. Слышь, сегодня тебе поможешь, завтра я тебе. Как считаешь? Вы мне уже один раз помогли. Я от твоей судимости отношения не имею. Ты подумай над приложением. Ты ж не блатной и не урка засиренная, че тебе? Как раз блатные-то и стучат. А речь не о стуке, Паша. А о помощи. Это разные вещи. Про ломбард ты слышал на лукафе. Я думаю, что может ты даже ее видел. Ответь, ответь, че ты? Я подожду. Спасибо. Да? Павел Андреевич? Ксения Владимировна? Да. У меня к вам большая просьба. Павел Андреевич. Павел Андреевич. От нас. Что? Да нет, я говорю, классно выглядите. Красиво. Спасибо. Мне еще за цветами надо зайти у меня день рождения. Что же вы не сказали? Я бы деньги с собой взял. Зачем? Вас по делу пригласили. Ну, наконец-то! Мы уже просто вас дождались! Веселова, веселова! Где ты ходишь? Привет! Извини, за меня опоздали. С днем рождения. Ой, спасибо. Знакомься, это Павел Андреевич. Очень приятно. Татьяна. Очень приятно, Павел. А это мой муж, Аркадий. Кстати, ваш коллега. В прокуратуре работает. Извините, но он вас не дождался. Немножечко уже... Ну, у него какие-то проблемы там на работе. В общем, расслабился. Маша, а ты не звену в сторону, а? С 92-го. Что-то я смотрю. Это у меня профессиональная. Глаз, алмаз. Так сказать, фотографическая память. Так, девочки, все, у вас налиты, давайте. Вообще-то, на смотрю, у вас команда хорошая собралась. Каждого второго сажай, не ошибешься. Да ну. Да ну. Чего да ну? Да да ну. Чайчики-то что снял? Брюлики стесняешься? Одну зарплату типа работаем, да? Костюмчик какой-то лохавской на себя нацепил. А в гараже, наверное, мерсачок. Или Лексус. На чем ездим, коллега? Ни на чем. Ни на чем. Ни на чем. Знаешь, что на Тойоте? Тойота же у нас теперь не машина. Аркаш, ну люди все разные. Конечно, люди у нас все разные. Люди у нас все разные, голубые, красные, да? Ой. Знаешь, они что делают? Берут машину, угоняют. С новым владельцем им за откат возвращают. Половину района наркоты держат. А сейчас все сами приторговывают, да? А так они все ничего. Ребята нормальные, хорошие, да? Аркаш. Чего, Аркаш? Может быть отдохнуть пойти? Я не устал, нормально. Паша тут при чем? Паша при чем? Паша не при чем. Паша у нас не при чем. Только ты в милицию заявление без взятки не занесешь. Командир, за базаром следи. Чего? Чего? За базаром следи, командир. Они же общаются как блатные. Перепутать можно. Менты. Если вы все про всех знаете, чего не сажаете? Позадим, Паша. Позадим. Попробуй. Павел Андреевич. Паша, пойдемте, я вам участок покажу. Аркадий, не буянь. Твари продажные. Аркаш, ну может ты ошибаешься? Типичные ментяры. Вам все. Давай спой что-нибудь вот это вот. Вот это про ангелы, спой, а? Ну, вы же Ксюше помогли не за денег, да? Мы ни с кого денег не берем. Ну ладно, ладно, я-то не прокурор. То Ксюхе вообще с криминалом не везет. В смысле? Только между нами. В общем, где-то полгода назад вывывался за ней один красавчик. Ну просто мачо. Даже жить не переехал. Любовь, там подарки, цветочки. А потом, как-то, сказал, что на деньги попал. Ну и обратился к Ксюхе за помощь. Она отдала им все, что у нее было. Она занимала где могла. А потом он пропал, этот мачо. Ну, она даже не знала ничего о нем вообще. Кроме того, что он Юрис Барнаул. Ни фамилии, ничего. До сих пор отдает. А то какое у вас ко мне дело было? Какое дело? Ну, Ксения Владимировна сказала, что у вас ко мне какое-то дело. Паша, покачайте меня в бумаге. И сходи меня, не меня с неба на землю, с невозможной твоей высоты. Высокий. Вы извините, что с Аркадием так вышли. Да я не обижаюсь. А что, он чистую правду сказал. Оба дни мы закончили. Что есть, то есть. Чего стесняться? Может, вы поэтому деньги не взяли? Для вас это не сумма? Нет, не поэтому. Я с потерпевших денег не беру. Мне угнанных тачек хватает. Сначала взяли. Ну, откуда же я знал, что там деньги? Я думал, что там письмо благодарственное начальству. Ну, или открытка. Нам иногда дарят. Приятно. А вы деньги. Вот так нас и возвращают. Особенно гаишников. Павел Андреевич, спасибо, что проводили. Я дальше сама. До свидания. Подождите. Ксения Владимировна, может, мне еще откуда-нибудь вас проводить? Вы звоните, мне не жалко. АВТОМОБИЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пустая еще Последний даю Президент объявил войну коррупцией А коррупция на следующий день попросила в два раза больше Парадокс Да, ровно десять Спасибо, Керим Отработаю Хочешь, расписку напишу? Не, мне расписка не нужна Я всегда рад помочь хорошему человеку Слышишь, давай присоединяйся Хватит мечтать Ничего я не мечтаю А он, кстати, ничего Симпатичный Кто? Ну, этот твой Угрюмов из милиции Аркадий, кстати, пробил его по собственной базе И что? Пусто Выходит, мне оборотеньен В общем, никакой романтики Слушай, знаешь, что я вам Аркадий рассказывал? Приняли тут одного сержанта А у него, оказывается, дом в Альпах На жену записан Обалдеть вообще А твой, в общем-то, честный Так что ты извинись перед ним При случае Не мой он Ты не торопись Ты вообще видела, как он на тебя смотрел? Как? Не по-служебному, а по-серьезному Я тебе точно говорю Я ему глазки строила Я и бесполезный, понимаешь? Надежный Такие нынче редкость Такими не бросаются И ты не бросайся Я правильно понял Держись ты на ногах Я хотел подкурить Иди, иди Я все, я все подкурил Я подкурить Я все, я все Я хотел подкурить Да, нет, вообще таких худые Нет, не хотел Вот, я подкурить у нее хотела Она худая Ты мне Я как джентльмен Подошел к ней Хотел даже Ну, подкурить Ну, что, бургену Шнырем устроился Администратором Как ни назови, все равно обслуга Платье-то хоть нормально Двадцатку месяц Плюс питание Жадный твой Кирилл Отойдем Говорят Ты в ментовку ходил В Булгаков На учет вставал Ты про деньги не забыл Или ты думаешь, что я тебе их просто так подарил Ты же сказал, что могу себе оставить Я от своих слов не отказываюсь Только базар был не о халдеях А о нормальных людях Мы тебе не для того помогали Чтоб ты фаером двери открывал Когда отдать Два дня Потом проценты побегут Быстро побегут А сколько там денег-то было? Я что-то даже не посчитал Там было 97 тысяч 510 рублей Ноль-ноль копеек Субтитры сделал DimaTorzok Ксения Владимировна Здравствуйте Добрый вечер, Павел Андреевич Вот, держите Что это? Колечко ваше Мое? Вы же сами говорили Серебряное, с камешком Этот ваш блондин Скупку сдал Видимо, он не только у меня ворует Тут не мое Так как? Почему? Посмотрите повнимательнее Павел Андреевич, это не мое Верните настоящему хозяину Ну, зря искал Павел Андреевич, у меня к вам Другая просьба Только не удивляйтесь Я вас слышу Не знаю, удобно ли У вас в кабинете Цветок Стоит А, ну да, стоит Я такое ищу давно Не могли бы вы мне росточек оторвать? Или я могу сама зайти? Не, не надо Конечно, я сорву Ну, как в отделе буду А то, знаете, с этим внедрением Ой, да вы не спешите, не спешите Ушибетесь, Витя Скажите, а вы случайно в телефонах не разбираетесь? А то, знаете, вот купила трубку и даже не знаю, как эсэмэски слать Люд, зайдите вон в любой салон мобильной связи Вам все объяснят Ну, точно Знаешь, а здорово ты позавчера с ментами расправился Прям как в кино А почему тебя выпустили? Заплатил Коррупцию Ага Ой Павел Андреевич, там вас спрашивают Красавец Уже доложили? Скажи-ка, дядя, где ты был вчера в десять вечера? Дома? Ага Как насчет прогуляться до отдела? Поговорить в рабочей обстановке? Командир, конкретно, какие вопросы? Вопросы, Павел Андреевич, такие Вчера в парке на дамочку напали Кулаком по голове ударили Сумочку рванули По всему похоже на тебя Бьет профессионально Это тут у тебя, кстати, откуда? Клиент пьяного выставлял Ну, вот видишь На хрена мне девок опускать? Я только на работу устроился Сейчас пойдем в отдел Сделаем опознание Проверим алиби Все по полной программе Вперед По-моему, он Повнимательнее, посмотрите Так, сядь на место Точно он? А что? Нет? Гражданка Дубровская, это я вас спрашиваю Да или нет? Да не знаю я Там все так быстро произошло Ну, наверное, он Вы же не просто так его сюда привезли Так У вас здесь расписывайтесь И все, и свободно Все свободны, кроме Грюмов Давайте, шустрее, шустрее Ну что Формально у нас есть право задержать тебя на 48 часов Там, глядя, что-нибудь еще опознает Плюс прежняя статья Тоже, кстати, грабеж Ну, вы же знаете, что это не я Откуда я знаю, что это не ты? Кстати, дай-ка мне мобиль Зачем? Давай, давай, не стесняйся Откуда у тебя этот телефон? Он же дорогой А у тебя, говорят, денег нет Купил Сорок Купил Значит, так, у Грюмов Я тебе дам два дня Если это не ты, значит, подскажи мне Кто этих теток бомбит И что, вместо вас, что ли, должен его искать? А ты попробуй Глядишь, понравится Знаете что? Про вас, Витя, тоже много чего говорят Так, например Например Например, то, что вы наркотой торгуете Вот, кстати Что это у вас на окошке растет, а? Вот это вот Не конопля, нет? Я не помню, ты что, охренел, что ли, Угрюмов? Ты что творишь здесь? Извините, не хотел Не хотел, давай вали отсюда До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 У вас зонтик есть? Тогда враги сказали ему Мы можем сохранить жизнь История подлинная После этого я увлеклась китай Я вот тоже мог спасти Курачкова двух Должок выбивали мелких Там по закону самоуправцы А ментам, ну, в смысле, то есть нам Показатели были нужны По тяжким преступлениям Вот нападник мой передернул В итоге по четыре года набраться За грабеж Спасибо за росток Да не за что Если хотите, у меня еще кактус есть Нет, не надо Опять лампочка перегорела А это кто? Это Это смеющаяся Будда Самый любимый у китайцев Приносит богатство и удачу А тебе принес? Ну, богатства пока нет А удачу Может быть Я хотел признаться Ну, в общем, что я вспомнил Про тех парней, которых посадили Короче Паш, не надо, я догадалась Ты был тем напарником, который посадил ребят Да нет Да нет, ты не поняла Я... Если ты столько времени переживаешь Это значит С тобой все в порядке Я рад, что ты сказал мне правду А у тебя кто-то есть, только честно Есть Пингвин И вот эти твари живут двести лет Зачем? Эй, друг Зачем? Субтитры создавал Dima Паш, ты в тюрьме был? Чего? Ну, по работе Там правда так ужасно? Вчера по телевизору сюжет был Не канары, но жить можно Что-то случилось? Мы договорились говорить правду друг другу Да Ваську продавать надо Сдохнет он у меня За ним ухаживать надо А у меня с этой работой Погоди, он же не твой Хозяин отказался Я в запрок звонил, они бесплатно берут А мне сейчас деньги очень нужны Познакомьтесь Познакомьтесь Это Василий Василий, это Ксения Для тебя, кстати, Владимировна Вот ты какой Василий Он кусается? Нет Ксюша, разреши Ну что, Василий У нас сегодня прощальный ужин Иди к столу Завтра поим на птичку Нового хозяина тебе выбирать Вась, иди есть Проходи Пойдем Пойдем хавать Эх ты, чудо мое чудное Я, чувак, не дорога Сергей, хозяин здесь дома Пойдем Пингвин, пингвин Ха-ха-ха Так, ага Лем, лем, ага Хаз Ну ты что, поглух Мы звоним, звоним Ты трубу не берешь Деньги закончились Василий на родину звонил Проходите, Сергей Фаркадыч Я бы тебе покупателя привел Большой человек Ну, в смысле Владелец сети ресторанов А где Васька-то? У себя в кабинете Проходите, Сергей Фаркадыч На кухню Красавчик А где пингвин? Вот он Это утка Какая утка? Почему? Это самый настоящий пингвин Королевский Он, правда, маленький еще Не вырос пока Ну Ну, за маленького Только три дам Ну, почему три-то? Он же уже Наполовину вырос Значит Пять Минимум Минимум пять Понимаешь В этом деликатесе Самое ценное Это белок Так А за три килограмма Пять много Нет, но Я же не килограмм продаю Это же пингвин У меня обидно Двенадцать персон Если бы ты знал Какие-то персоны Он через неделю Десятку уже будет весить Ну, через неделю и звони Ну Ладно Забирайте За четыре Все, забирайте Прямо сейчас Отдаем Только из уважения К твоим персонам Вообще-то это мой пингвин Я четыре даю Чего еще надо Ну, ты что Он не продается Нормальная цена Ты что Опять? Пингвин не продается Слышь Я чуть не понял Тебе его кто сюда Я или Лев Толстой привел Восемь Пингвин не продается Десять Так, мужчина Заканчиваем эти торги Давайте выходим На выход все А что ты че Давай На тебе сто штук долга висит Разберемся Выходим, выходим Уважаемый Здрасте До свидания Уважаемый Официант в ресторане Уважаемый Милые мои Передумайте Позвоните Всего доброго вам Паш, кто это? Коллега Тоже из нашего отдела О каких ста тысячах он говорил? Да, ерунда Я сам разберусь Совсем другое дело Этот из милиции Из уголовного розыска Да, я была у него В кабинете В отдел звонила Ну, дверь закрой Он тебе удостоверение показывал Нет Ксюш Сходи-ка ты еще раз В этот отдел Ну, не нравится мне Эта история Про честного мента У которого сотка долга Танюш 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 не очень надо Не сомневайся Он вернет В фирме деньги деньги только в следующем понедельник будут, наличку со всех филиалов привезут. Пока только на текущие расходы есть. Тань, может попросишь у Сергея Сергеевича? Погай перезвонить, если что. Короче, ты тихо ему скажи. Есть тема реальная. В понедельник в одной конторе большие бабки будут. Черный нал. Черный нал? Слышишь, я тихо ему скажу. Костик баянис передал. Черный нал. А ну газуй отсюда. Пусть по своим каналам там пробьет, не знаю. Десять процентов мне. Газуй я тебе сказал. Может сейчас хоть на пару доз, а? На пару доз. Где будет пару доз? Пошел он вон сюда. Бегом. Суслив. Пошел. Бегом. Рыбый сказал. Бегом. Пошел ты. Козел. Чтоб сюда больше не приходил. Скотина. А выкинды что, трудно? Это тебе. Сдай, разбогатеешь. Пусть выкинь, пожалуйста. Ты не один живешь. Кухня-то, между прочим, общая. Где хочу, там и ставлю. Мне нравится валять сюда и хахальцам и передать, что еще раз сунется, пожалеет. Кость, я вроде ничего плохого тебе не сделала. А Павел Андреевич, он никакой не хахаль, просто знакомый милиционер. Хочешь снова с ним встретиться? Ага, нашла мента. Не поняла. А ты в кабак в парке сходи. Может, поймешь. Ой, Паш, ну скажи, ну что же ты такой-то, а? Я тут как проклятая, вишачу, каждую копеечку пытаюсь заработать. А эти сволочи? Ты его хоть запомнил? Может, узнаю. Он же из-за кустов выскочил, я даже опомниться не успела, мне пацать кулаком по лицу. Хорошо, она трава упала. А? Он сразу сумку, телефон срезал. Телефон новый, я на него пять месяцев копила. Ты же видела. Ну, пойми, ты, ну не телефон, жалко, но он в глаз-то звучит. Ты в милиции была? Нет. Ну, правильно. Паш, ну скажи, ну где, ну вот где эта справедливость в жизни? Ну, ну ладно, ну найду его, найду. Не нереви, Люра. Успокойся. Просто обидно, понимаешь? Павел Андреевич. Ну, я же говорил, что мне дрем. Здесь бригада насмирается, проследить надо. Аспирации. Ну, удостоверение вы, наверное, на работе оставили? Ну да. Не дай бог, засвечусь. Я была у Булгакова. Я тебе все объясню. Что же вы все делаете? За что? Маш, там люди за обед отказываются платить. Алло, Леня. Здорово, здорово. Ты мне мобилу пробил, наконец, у Грюмова, или нет? Ну, молодец, не прошло и года. Да, слушаю, подожди. Давай. Чего? А, молодые люди. Извините, конечно, но с обеда платные. Мы тоже не бесплатно охраняем. Так что в расчете. Да что ж такое-то, Паша, а? Эти грабят, те грабят. Как жить-то? Эй, орлы. Ты вы кого охраняете-то? Сами себя? О, старый знакомый. А ты не верил, что они возвращаются на место преступления? Паш, зачем же так-то, а? Паш! 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 Гера, я влип, надо встретиться. Кирилл, ваши баллы-то убедят. Я не знаю, я же вашим сказал, убежал. Куда убежал? Главное, эти ваши... Ноги. Погром устроили, за еду не заплатили. А я что, благотворительный фонд, что ли? Того покорми, этого покорми, а сам кушать не буду? Иди там, убирайся. Я сама знаю, где мне убираться. Какие наши, что ты орешь? Ну, эти, которые в милиции по сигнализации выезжают. Охрана, что ли? Я не знаю, тебе видней. Блин, да я вообще по другой теме. Подождите, а что еще случилось-то? Женщину грабит девушку в парке, представляете? Семь эпизодов уже. Восемь. Это срок, паштет. Реальный. Реш, падла, представишь, что ты первым напала. И пушки хотела отнять. А они типа службу в кубаке несли. И хрен ты потом, что докажешь. Валить тебе, брат, надо. Куда? Ну, я не знаю, там. Глухомань куда-нибудь. Все равно найдут. Короче, с Тихим надо переговорить. Он подмогнет. И с крышей вопрос решит. И с ментами. Есть у него кто-то на прикорме нашей мусарной? Да это я потом всю свою оставшуюся жизнь из долгов не выберусь. Не, ну тихий человек, понимающий. Ты доброе дело сделал. Мусарам по рогам настучал. Да и потом, походу, кроме него тебя никто сейчас не вытащит. Блин. Есть у тебя пятихаточка какая-то? Тебя в Рузыск объявили. План перехват. Одна момента сотрясения колобашек. Ну ничего, выкручимся как-нибудь. Ты сидишь здесь пока. Жрачку, жрачку сушлик принесет. Ментам замаксать придется. А с деньгами у меня, как ты понимаешь, не сладко. Да и у тебя тоже, я это не знаю. Но есть одна идея. Ксюш. Ну послушай, тут явно какая-то ошибка. Может быть тебя кто-то разыграть хотел. Ну он же был в кабинете. Да он в милицию пришел на учет вставать. Булгакова срочно вызвали, он велел этому анкету заполнить из самого себя. А тут я. Вот он воспользовался. Зачем? А ты еще не поняла? Деньги ему нужны были. Я же ему обещала за флешку. Он подсуетился. Так он же не взял. Да конечно. Что ему три тысячи? Лучше подождать и сто попросить. Слава богу отдать не успела. Думаешь? Ну не любовь же у него. Этот из Бардаулу тоже цветы дарил, руки целовал. Кому верить, Тань? Погоди. А вдруг он правда внедренный? Кто тогда тебе про него правду скажет? М? Да? Нет, Тихин. Ну его нахрен. За мента года два дадут. А тут червонец светит. А это все от нас зависит. Чисто сделаем, никакого червонца. И долг отработаешь. Нет, это не мое. Но если бы Козырь на свободе был, мы бы тебя не просили. Сами бы все сделали. Если выгорит все, с ментами вопрос решим. Ну согласись, за две минуты риска такая лафа. И долг прощу, и статью сниму. Ладно. Ну вот хорошо. Переночуешь здесь. Мы там замок повесим, чужой не придет. Одежду завтра принесем. Дай-ка твой телефончик. Завтра вернусь. Мингвина покорми. Рыбу в холодильнике. Ты что, там же засада. Засаду покорми. А погон дает. Засаду говорит. Иди пивка крепкнул. Ладно. Давай. Ладно. Да. process. З Nursей. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия. Аппарат абонента выключен. Аппарат абонент вырубил в ломбарде. Короче так, подъедем, пойдете по одному. Я вас на дороге подожду. Так. Алло, сынуля. Не могу сейчас говорить, папа денежку зарабатывает. Давай, через час перезвонил. Давай. Сынуля. Трубу здесь оставь, а то звонит не в масте. Ладно, ладно. Это твой? Подарили. На тетках удары отрабатываешь. Да я школа. Ну, с Богом, соколики. Давай. Все лежать! Мордик стоп! Тихо, тихо всем! Куда прешь, гороя? Дорвемся! Лежать! Стоп! Руки на стекло! В чем дело? Куда? Писни ключи! С одной, я сказал, ключи! Бегу ключи! Куда села? Я тебе рассказал, стоять! Стоять! Руки, что я видел! Куда? Лежать! Лежать! Он сказал, поехали! Куда идешь? Чего там за хрень? Так, сюда. Снимай, снимай! Стоять, на месте! Гену, стой! Тихо! Завалю! Ты что, паштет? На пол! Паштет, это же я! Ты что? На пол тебе сказал, сел! Ладно, ладно. Спокойно, граждане. Ты что творишь? Старший лейтенант Угрюмов. Лейтенант! Бросьте, бросьте! Руки за голову! Не стреляйте! Я грязня, я сказал! Не стреляйте, он же ваш! Бросьте оружие! Он с Булгаковым работает, я же знаю! Не стреляйте, он внедрен! Не стреляйте! За высокое профессиональное мастерство, оперативную смекалку и личное мужество, проявленное при задержании особо опасных преступников, почетной грамотой и именной соковыжималкой награждается оперуполномоченный капитан милиции Павел Угрюмов. Молодец, Паша, поздравляю! Я всегда к тебе, держи! Спасибо, товарищ генерал! Служу России! За высокое профессиональное мастерство, оперативную смекалку и личное мужество, проявленное... Вот ты даешь, старик! Отмотать реальный срок в команду внедриться я бы так не смог. Даже за соковыжималку. А за миксер? Вставай, герой, просыпайся! Подъем, подъем! Вставай, пойдем! И вот за что! Кого его? Ваську! Пензина, что ли? Нелегальная миграция! Сидит, как улика! Хозяин найдется, разберемся! Пойдем! 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 Да уж, я, конечно, многое видел, но чтобы кто-то на разбой положил своих, еще ментом представил себя. Может, ты мне объяснишь, что я тебя так переклинило-то? Ты просил помочь, я тебе помог. Нет, ну спасибо, конечно, товарищ старший лейтенант. Только ты знаешь, у меня есть другое объяснение, более реальное. Там же, по-моему, твоя знакомая оказалась. И что? А то! Испугался поймать в последний момент, что узнает? Я же в маске был. Вот скажи мне, если бы ее там не было, ты бы так же поступил? Вот и то ты, ну... Так что, про помощь-то мне тут не заливай. Посадить бы тебя, лет на семь-восемь. Ну, я привык долги отдавать. В смысле? Витя-ка Балашов сказал, что ты помог козырь скрутить. Ладно, хрен с тобой. Сделаем тебе добровольный отказ от преступления. Если получится. Только с тихим ты сам разбирайся. Злой он, наверное, на тебя. А когда мы его поймаем, это вопрос интересный. Разберусь. Ладно, вот тебе бумага, ручка, пиши, что у вас там приключилось. Что у меня за охранников будет? Ты ему по морде дал? Они платить не хотели. Это я не знаю. Разберемся. Да, да. Это срочно? Хорошо, я... Да, сейчас спущусь. Я сейчас выйду на минутку. Если что-то понадобится, там сержанту дверей зови. Виктор, здравствуйте, а я вас ищу. Здравствуйте. Что-то хотели? Вы же тогда были с ним, с Павлом. Ну и что? Объясните мне, он кто? Ваш? Да сейчас вообще хрен поймешь, кто чей. Но Пашка точно не бандит. Да вы его спросите вон в 33-м кабинете, кажется. Ну, это чего у вас тут такое? Это у него, а не у нас. То есть у нее. Ну и что теперь с этим делать? Что делать, что делать? Высиживать будешь? У них этим папа занимается. СООБЩЕНИЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня? Не знаю. Боюсь, опять внедрить могут. Года на два. Да не бойся. Я вам рапорт пишу. Волиться хочу. Надоел. Субтитры создавал DimaTorzok Хранитель зацепил, пролетая крылом. Их случайно мой ангел Хранитель зацепил, пролетая крылом. Хранитель зацепил, пролетая крылом. Хранитель зацепил, пролетая крылом. Хранитель зацепил, пролетая крылом.